Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня показываю вам в очередной раз свою тренировку. Тренировка на ноги. Естественно, после общей разминочки, куда входят и кручение педалей на велотренажере, для того, чтобы разогреть наши коленные суставы, куда входит обязательно экстензия спины. Причем, обратите внимание, я делаю ее способом скручивания, когда не делаем наклоны вверх-вниз, и поясничные мышцы работают в статике, а именно растягиваем и сокращаем наши поясничные мышцы. Это очень и очень важно, и это существенная разница в выполнении двух, казалось бы, одинаковых движений. После чего я приступаю к сгибаниям ног лежа. Для чего я это делаю, я уже рассказывал в одном из своих видеороликов. Я обратил внимание, и мои ученики, что когда мы перед приседаниями закачиваем в бицепс бедра много крови, и просто тренируем бицепс бедра, приседания потом идут легче. Легче вставать из низа, легче вставать из нижней точки. Попробуйте и вы, и вы почувствуете, насколько это эффективно и продуктивно. Но самое главное, делая сгибания, мы также разминаем коленный сустав. И потом в приседаниях будет гораздо легче поработать. Ну что, друзья, пришло время поприседать. И делаю я 4-5 разминочных подводящих подхода. Обратите внимание, что я не поднимаюсь выше 5-6 повторений в разминочных подходиках, что и вам рекомендую. Большинство превращают свою разминку не в разминку, а в работу. Это неправильно. Вы забираете тот потенциал и веса, и количество повторений, с которыми можете поработать непосредственно в вашем упражнении. Сегодня это приседания. Единственное, я делал заключительный подход, планировал сделать где-то 10-12 повторений, но у меня это не получилось. По той простой причине, что разорвалась, надорвалась мышца, квадрицепс в правой ноге, ближе к коленному суставу. Меня преследуют в последнее время такие разрывы. Раньше это было только в грудных мышцах, я вам уже это показывал, и в широчайших. И вот случилось в квадрицепсе. Не знаю, что с этим делать. Будем решать этот вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После приседаний я делаю гиперэкстензии, естественно, и одновременно прокачиваю пресс. Мальчишки и девчонки, кто хочет качественно, быстро худеть и именно за счет жировых отложений, пользуйтесь такой фишкой. Делаете подход приседаний, затем экстензии или гиперэкстензии и пресс, естественно, отдыхая между каждым упражнением. И вот так по кругу приседания будут выбрасывать мощное количество гормонов анаболических в кровь. Затем вы будете прокачивать мышцы кора, и эти гормоны будут попадать туда. И при составлении грамотного рационального питания вы будете избавляться от жировых запасов, при этом сохранять мышечную массу, которая вас, девчонки, будут делать красивой, вас, парни, будут делать сильными и мощными. И самое главное, что такая тренировка сохраняет мышцы. А мы знаем, что чем больше на нас мяса, тем меньше на нас жира. Не забывайте, друзья, растягиваться в конце тренировки, делать мою гимнастику, легкую заминку, возвращать свой организм в состояние покоя. Если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. Делитесь, что вы думаете по той или иной теме. И не пропускайте ролики, которые выходят сейчас в моем плейлисте «Наука и спорт», где Стефан, профессор Кайзера Университи, отвечает на ваши вопросы, которые вы пишете в комментариях. Спасибо за просмотр. Не забудьте поделиться данным роликом в своих соцсетях, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик, если хотите не пропускать мои видеоролики, которые выходят практически каждый день. И если вы не нажмете на колокольчик, то с новыми правилами YouTube вы можете просто пропустить какой-то ролик, в котором находится важная для вас информация. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба. Кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.